Когда, значит, Джозеф, да? Джозеф, Джозеф. Вот когда я его слушал, я удивился, надо же, просто я ни у кого больше не слышал такие вещи. Ну, может, где-то кто-то и говорил такое, просто я это не слышал. Но то, что только, ну, как бы, понимаете ли, то, что и как я понимал. И вдруг я услышал из уст его с кафедры, пред огромным собранием, он говорит открыто, публично, вообще даже, как бы, вот это, да, думаю, удивительно. И в той программе, о которой вначале вспоминал я, значит, с этим, с другим автором. С внуком Джозефом Кирсенс, да, он внук Кеннад Коблин, да, внук его. Вот, интересная очень такая программа, она действительно многого стоит. Вот, вроде, простая такая программа, телевизионная программа христианская, но вот Бог помазал так вот, открыть такие истины, такие, в такой простоте. Вот это удивительно, конечно, великая в малом таком. Вот, значит, и там прозвучала мысль тоже, что действительно, что даже вот эта пятая глава к римлянам, допустим, да, значит, и вообще новый завет, он, по сути, еще не раскрыт до конца, то есть он только раскрывается еще. И вот, действительно, уже два тысячи лет назад все это было провозглашено, все было уже сказано, уже писано, переписано уже, но с сегодняшним днем вдруг мы для себя открываем, ну, просто чудо, Божье чудо. Вот, а вообще-то там говорится, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Нет, вообще, понимаете ли, даже все эти споры, межконфессиональные всякие споры, чья вера правильнее, там, неправильнее, там, православнее, кривославнее, там, еще, они на самом деле настолько глупо выглядят в свете Божьего Слова, которое говорит, что не просто, там, православных, кривославных, там, католиков, протестантов, там, значит, кого-то еще, там, значит, мусульман, там, иудеев, кого-то еще, Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И в послании к временам, там, в других местах в Писании раскрывается вот эта глубина вот этого послания божественной любви, что он действительно весь этот мир, не вменяя людям и в решениях, то есть люди прощены, человеческий род прощен, просто-напросто прощен. Вот, хотя, посмотришь на себя, на окружающих, вот, физически, как бы, смотришь, ну, стоп, что-то здесь не так. А потом, да, это, пусть это глупо как-то выглядит и звучит порой, но, действительно, с чем согласиться? С тем согласиться, что я, как вот человек, да, могу видеть, пощупать, потрогать, посмотреть, да, услышать. Или согласиться с тем, что Бог говорит. Тяжело. Это как, вот, на воду наступить, да, вот, чтобы пройтись по воде. Представляете, вот, скажете, вот, если Днепров, да, здесь, вот, редко какая птица. Долетит до середины. Долетит до середины, да, значит, а попробует добежать. Вот так, просто взять, шпеп-шпеп-шпеп. Думаю, да, думаю, ага, интересно. Вот, а здесь нечто, вроде, похожее, да, наступить на воду и пойти по ней. Вот именно, вот, когда согласиться со словами не других людей, да, не со словами, там, даже, ну, даже своими, там, мнениями, там, а со словом его, с его мнением согласиться. А его мнение совсем иное, даже, порой очень сильно, дилеторально противоположно, там, мнению людей вообще. А Бог нас видит всех, как своих возлюбленных, обращается к тебе, вот, к твоей душе. Возлюбленная дочь моя, там, возлюбленный брат мой, там, друг мой, значит, сын мой, сестра моя, матерь моя. То есть, вот, он, вообще-то, то есть, для него совсем другое мы представляем, вообще-то, нечто иное. Вот, и мы не просто, вот, гомо сапиенс, да, не просто, вот, мы на этой земле живем, вот, разумные, да, или гоморолигары, еще, вот, есть выражение, да, человек религиозный, тоже свойственный человеку, кроме разума, еще и религиозный свойственный человеку, любому. Потому что даже до сих пор не найден народ, атеист, допустим, такой, в природе, такой, наясную. Знаете ли, пытались селекционно, искусственно вывести такую породу человеческую, но, как бы, не получилось ничего. Потому что, все равно человек, он, как бы, это как, когда лектор, там, по атеизму, там, час, два, три, там, значит, аудитории, там, значит, что, значит, Бога нет, все, поняли? Поняли, спасибо, ну, и слава Богу. Так что, если, оно все равно, оно как, крути-некрути, оно даже, если асфальтирует эту землю, все равно пробьется, все равно пробьется, жизнь побеждает. То, что в человеке, это никуда не денется, человек, ему свойственно, действительно, религиозность, это, значит, но, но, несмотря на нашу разумность и религиозность, есть тот, кто выше всего этого, и над всем этим, и порой нам нужно действовать помимо своей религиозности, помимо своей разумности, вот, полагаясь на его разум, полагаясь на его веру. Хорошо, благоставляя Бога всемогущего, и вот, словами, «Посему, как преступлениям одного, всем человеком осуждения, наш пра-пра-пра, отец Адама, вот, с пра-пра-пра, пра-матерью Евой, вот, были неправы, и через Адама, да, того, старого Адама, летнего Адама, всем человекам написано осуждение, там, хочешь, не хочешь, родился, значит, ты уже, как бы, наследник Абрама, Вот, и тебе уже передалось это зараза, вот, вся, то, что от Адама. Вот, евреи называли это, и называют это злым началом, это ра, злое начало. В христианстве обычно называется первородным грехом, первородным грехом, но это, я говорю, хрен резкий не слаще, это все одного поля ягода, это все нечисть, которая поселилась в человеке, и уже никуда этого не деться, это, не знаю, это. А что дальше? Так правдую одного, всем человеком оправдание к жизни. Удивительно, как вот тогда, после Адама, до Христа Иисуса, были разные люди, праведные, неправедные, святые, грешные, разные, но все несли на себе некую печать вот этого греха и проклятия, беззакония. Сейчас, после Иисуса Христа, вот эти два тысячелетия, тоже всякие люди, грешники, праведники, святые, несвятые, всякие. Но, Евангелие в том, что все уже люди, независимо от всего, даже если ты там Гитлер, Сталин, Муссолини, Чикатило, там, и в Арктиды, какой-то, не знаю, короче, все вместе. Разворовал всю страну, может быть, злодеи, там, мирового масштаба, может быть, да, значит, все равно, ты на себе несешь уже печать другую, нового Адама. Вот это да, за что? А просто так. Для нас. А для него это было не просто так. Для него это было и его решением по спасению рода человеческого, по спасению всего людства, всего человечества через Иисуса Христа. Но блаженны те, кто, действительно, пользуясь правом определенным, да, человеческим правом, элементарным правом выбора, вот, выбирают жизнь. Блаженны. Потому что тогда, вот, все эти божьи обетования, они начинают действовать в человеке. Несчастны те, кто, ну, локти кусает уже, понимаете, когда уже поздно перед Божомой, и уже все, поезд ушел, когда человек уже пересекает последнюю черту, нить обрывается, жизнь, как говорится, да, все, уходит. Человек. Я, вот, я расскажу, как вот, я рассказывал, как я умирал. В прошлые разы много рассказывал, свидетельствовал, но я не устану напоминать об этом, что я в одной церкви даже рассказывал и спросил, ну, поняли, как вот человек помирает, допустим, поняли, вы ничего не поняли. Вот помрете, поймете сразу. Это сто процентов, значит, но, потому что словами это не передать все равно. Вот, но я лишь одно хочу донести, что я очень глупо себя чувствовал, не имея в Боге никакого представления вообще, пусть там мусульманского, иудейского, христианского, какого-нибудь, хотя бы хоть какого-то представления о Боге, вообще, что Он существует в природе. Не имея никакого представления, но оказавшись вдруг перед Ним. Вот, и знаете, слава Богу, что Господь, Он сегодня дает нам такую благодать узнавать Его, познавать Его. В разных религиозных традициях, конечно, по-разному Богу раскрывают, очень по-разному. Мои родственники, многие, они стали очень активными прихожанами мечетей. У меня большая мусульманская родня, по матери, значит, Ибрагимова, Ахмедова, многие стали вот такими активными прихожанами. Вот, я вот, когда в последний раз был в Казани, у своего брата двоюродного, Рената, он стал в такую радикальную даже мечеть ходить, не просто даже такая более либеральная, такая радикальная. У него холодильник, только, значит, там все халяль, вот, значит, у него, как бы, все, там у него такой коврик у него постоянно, он там по часам молится, все у него, как бы, брат приехал, как мы редко видимся, но извини, у нас сейчас уже, вот, буквально через минуту уже время молитвы. Раз, намаз совершил, опять, опять чакиряк, опять общаемся. Надо же, интересно, раньше было, простой пацан, ничего вообще боги не знали. Все наше мусульманство было, ну, только обрезание, там, подмывание, не знаю, абу-байрам, мясо ели, ну, и, там, татар-базар, как говорится, и прочее. Но, понимаете, значит, мой дедушка, вот, Галя Ахмед, он всех мальчиков у нас там обрезал татарских, значит, ну, как бы, но это у нас не было связано даже с религией, как бы, то есть, это, ну, ну, понимаете ли, у нас там мечеть никто не было еще не раз тогда, тогда, в советское время, а сейчас стали ходить, стали многие, вот, не выцаркавляться, как бы, вмечеваться, или как это называется, но, но, понимаете, значит, тоже, значит, мы с Ренаткой пообщались тоже, я им всем, там, подписал, там, эти инжилы, новые заветы, вот, значит, на татарском языке, значит, и тоже сравнивали с Кораном, так, чуть-чуть, вот, и я ему говорю так вот, что есть, вот, в Коране, насколько я знаю, да, вот, 99 имен Бога, они все есть, в общем-то, и Библия нашей, то есть, это, что он всемогущий, все, ну, титулы больше имеется в виду, судья, там, праведный, там, значит, любящий, там, ну, то есть, вот, всех этих характеристик в Коране почитали 99 всего, и я, Ренатка, сказал, что, говорю, и Рашидов, потом, и другим, там, братик, тоже сказал, что, знаете, говорю, значит, вот, все-таки, вот, 99, но не хватает одного, но для меня самого важного, самого великого, какого? Отец, отец, потому что, даже наоборот, даже в Коране, там, есть такой аят, один стишок такой, его по-разному переводят, но суть всегда одна и та же, у меня есть разные переводы уже этих Коранов, но суть такая, что нельзя человеку, да, назвать Бога своим отцом, то есть, вот, там по-разному переводят, ну, там, перевод Крачковского, есть, там, и других переводов классических, переводы смыслов Корана, и там, говорится, отцом для смертного не называй его, но, говорю, братья, говорю, у меня, наоборот, было переживание, в первую очередь, даже не и так, можно и сяк назвать Бога, но, в первую очередь, он мой отец, все остальное, даже если твой отец, он президент сверхдержавы, даже если он имеет, там, значит, власть, генеральный, там, он главнокомандующий, главный генерализмус какой-то еще, вот, для тебя он, в первую очередь, не погоны и не, значит, положение его, в первую очередь, он твой отец, и для меня, я говорю, да, он Бог, он всесильный, он судья, он праведный, да, это все-все есть в нем, он многогранная личность, просто, действительно, просто, уму непостижимая человеческому, знаете ли, смертному, но, но во всем этом многогране, все эти погоны и титулы, и регалии его, да, как бы, его свойства, черты его, все это, ничто, по сути, для меня, в сравнении с этим основным для меня, самым великим, что он мой отец, что он мой отец, и до Христа, до Иисуса, до нашей эры, тоже в еврейских молитвах многих звучало уже это, отец наш, который на небесах, да, то есть, отец наш, который на небесах, значит, и в Библии, и в Ветхом Завете так же говорится о отцовстве Бога, но в Новом Завете по-новому эта мысль зазвучала уже, да, когда говорится, что Дух уже поселяется в нас, Христос в нас поселяется, и что Дух этот взывает к Богу Ава, Отче, то есть Папочка, Папонька, Папа, Папочка, Папуленька, Татузь, Татузь в украинский, Татузь, Татучка, да, Татузь, вот, что ОАВА, оно так и переводится буквально, вот была группа такая, Абба, да, вот, Абба, вот, надо такую уже конфессию начинать, Абба, Папочка, но дело не в конфессиях, конечно, не в названиях, вообще хорошее название, так представляете, служение Абба, да, или что-то такое, но я во Львове проповедовал, как раз, значит, там, значит, я тоже эту тему затронул, а у них церковь Агапа называется, Агапа, мне очень тоже, ну, да, любовь такая, мне очень нравилось название тоже, а потом пастор говорит, что вот я бы даже Аббой назвал бы, да, хорошее название такое, вот, да, но самое основное, что это не просто даже название, а что это призвание, что это в самом человеке поселяется, потребность обратиться к нему, как к своему отцу, когда Иисуса спросили, как же нам молиться, Он сказал, молитесь так, Отец Мой, который наш Отец, да, вот так, приватно, Мой, который на небесах, но что-то произошло, после того, как Он умер и воскрес, после того, как Дух Святой сошел на церковь, на ту первую мессианскую общину, которая в Иерусалиме ожидала обеченного Отца, Дух поселился не просто на нас, а поселился в нас верующих, проникая в нас, в глубину нашу, вот, и проникнув в глубину, Он, вот, именно, взывает к Отцу вот таким образом, даже не просто Отец, а папочка, папуленькая, папенькая, это самое великое, самое драгоценное, спасибо, Господь, за все, спасибо, Боже, благослови нас, Отец наш, благослови, Господь, сегодня твою семью, потому что мы собрались во имя Твое и во имя Твоей любви, Господь, спасибо, спасибо за благодать этого времени, удивительную благодать, удивительную благодать этого удивительного времени, потому что это время благодати уже в 2000 лет продолжается, но, Боже, в наш час, в это время, Господь, Ты особенным образом открываешь тайну Своей благодати, Своей милости к нам, к роду людскому, ко всему сущему, спасибо Тебе, Господь, за все, за Твое прощение, за милость и благость Твою, за дар вечной жизни во Христе Иисусе, который по милости Твоей мы приняли, избрали, согласились с тем, Боже, приглашаю Тебя в сердце свое, спасибо, в жизнь свою, Боже, Святой, благословен Ты, Царь Вселенной, благословен Господь, Боже, благослови нас, детей своих, сыновей и дочерей своих, свою семью, благослови своим отцовским благословением, во имя Иисуса Христа благослови. И, Отец, пусть вот эта благая весть, хорошая новость, благая весть о Твоей любви к роду людскому, ко всему сущему, она пусть звучит сегодня еще более-более, покоряя вере народа, покоряя вере племена. Боже, спасибо, Господи, спасибо, пусть здесь, Господь Боже, на берегах Днепра, над Схылами Днепра, луная песня, Иисусу слава, пусть действительно кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха народы, Боже, пусть здесь, Господь, на берегах Днепра, Боже, славится имя Иисуса, как никогда ранее, Боже, слава Тебе за все, Боже, и во всей нашей истрадавшейся земле, Боже, пусть славится имя Христа, Потому что, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, и путь, истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Иисуса. Спасибо, Господь, спасибо, Иисус, спасибо, спасибо за благо, за милость Твоя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Слава Богу. Безлюбленный, Аллилуйя. 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 Я что хотел сказать. Япископ сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. И Слово Божьего написано, что кто не народится, згорит, то не въедет в Царство Небесное. Не въедет в Царство Небесное. И чтобы въедет в Царство Небесное, надо принять Иисуса, как Господа и спасителя. Сам Иисус сказал, кто исповедует меня перед людьми, я того исповедую перед Отцом Небесным, перед Ангелами Божими. Кто отречет меня, я того отрекусь. И я хочу... Просто у нас есть люди, которые... Первый раз, Женя, ты хочешь принять Иисуса в своё сердце? Народиться с горы? Встань, будь ласка. Лучше вийди, вийди населедину. Вот. Вот. И мы исповедуем, а вы, кто в этот ряд, которые стоите, сюда... Оберните сюда лицо. Ага. 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 Сейчас. Сейчас. Как же вы, кто живёте с горы, кто хочет восстановить свой завет Богом, кто же... Будь ласка, повторяйте. Повторяйте, повторяйте. Как раньше. А российской, или... Роси. Росицей. 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 Женя, ты или иру, или иду. Это не говоришь мне, это говоришь Богу просто. Женя, ты, Ирина, и вы, ты это не говоришь мне. Мы свидетели всего, присутствующие сегодня этого Таинства. Отец Небесный, Бог Всемогутный и Святой, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего Единородного, я прихожу к Тебе в этой молитве. Я верую, что Иисус Христос был распят на Голгофском Христе за мои грехи и за грехи всего человеческого. Я каюсь у всех Своих грехов, прости меня, Боже, и помилуй мою душу грешную, Иисус. Будь моим Господом и моим Спасителем. Я свою жизнь отдаю Твоей Святой Руке, руководи Ее, Отец Небесный, Духом Твоем Святой, наполни меня и очисти. Благодарю Тебя, Душа, что Ты принял меня, свою семью, что я дитя Божие. Слава Тебе, Отцу и Сыну и Святому Зуху. Аминь. Аминь. Слава Богу. Женя, отцу молитву чу весь Духовный свит. Духовный свит. Ангели на небесах. Берзи мне звучали. И ты получил печать Духа Святого. Печать Духа Святого. Мое не трогать. Бог сказал, что моё не трогать. Печать моё. Алексей, моё не трогать. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Поздравьте, брата. Потому что ангели на небесах радуются. Аминь. Аминь. Слава Богу. Еще пока присядем. Буквально на минуту. Друзья, спасибо большое. Поздравляю. Держи все. Я сажусь тоже. Аллилуйя. Да, брате, хочу поделиться. Можно разберемся сюда? Да. Для меня. Да. Распространиться, короче. Потому что следующее воскресенье будем там проводить. Да, он стоит. Да, что я сажаю. Стоит, стоит там, там, стоит. А, тут? А, вот. А, вот, бачка. Стоит, хорошо. Саша? Телефон. А, телефон? Оставить сейчас свой, да. Номер. Вот, значит. Ив, Женя сейчас покидает нас сейчас. Но вас еще задержу буквально минут на пять. Остараюсь очень коротко сейчас кое-что рассказать. Да, и это по поводу собора. Там сейчас небольшой ремонт, в зале в том. Поставились окна, там будет тепло. В следующий воскресенье уже. В третьей с половиной. Будем там находиться. А, представьте, брат, тоже. Да, 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 да. Вот, и, знаете, что хочу сказать. Прошлой ночью было чудо в моей жизни такое. А перед тем была беда. Но божье чудо перекрыло беду. Ну, с чем начать? С хорошей или с плохой новостью? С хорошей. С хорошей? А плохой и на плохой. Плохой? Нет, ну. Ну, плохая, она уже на самом деле не такая уже плохая, на самом деле. Потому что она уже, ну, была беда уже решена, по крайней мере. А, все-таки плохой, который стал чуть-чуть хорошей уже. Зять мой отступил от Господа. Вот, значит, были подозрения и раньше, как бы, но стало все явным. Все тайное стало явным. Знаете ли, и он стал все реже и реже в церковь приходить. Потом и вообще, как бы, значит, там, работа туда-сюда, как бы, на самом деле было все решено маской. То есть, и было отступничество. И стал выпивать с друзьями. Вот, на жену руку поднимать. Мою дочь вот избил. И та скрывала. А потом укрывалась, она, значит, отсиживалась у знакомой, там, верующей сестры. И та настояла сделать снимки, хотя бы фотографии, значит, чтобы, значит, и обратиться там в полицию, куда. Потому что он себя просто не контролировал, значит, в этот момент. Просто был одержанными, как будто, знаете, вот. И, значит, и снимки эти вот попали благодаря той сестре, получается, нам. И я был, конечно, в ужасе. Значит, это было вот несколько дней назад. Я просто, ну, лучше бы меня избили, значит, чем вот такое, знаете, разные были идеи. Сразу ехать, разбираться, что там еще, что делать. Спасать, куда, что. И, знаете, в молитве, да, значит, и я ему отправлял смс-ки. Вот, значит, значит, и обратно мне смс-ки такие проглятия, матюки, значит, там, и угрозы, расправы, значит. То есть, ну, вообще, то есть, я просто был, ну, я понимал, что это враг постал очень сильно. Пытался ударить, ну, в больное, по больному месту, знаете ли. Когда по детям враг бьет, значит, то это, ну, самое больное, знаете ли, вот, обычно в человеке. Ну, вот, как поддых удар такой просто. Как в паху такой удар, значит, для меня был. И я просто, ну, какое-то время просто был в растерянности такой. Молился, конечно, молился, но даже когда к вам ехал на общение, я еще даже, честно говоря, думал, ехать, не ехать. Думал, потому что здесь такая молитва у меня за зять, значит. Ну, думаю, нет, вот, я хорошо, чтобы к вам поехал, послужил. Ну, пообщались, мы посидели. Потому что, знаете, вот, блажение давать. Бог всегда решает наши проблемы. И эти дни уже он трез, значит, там, как бы, и вроде как просит прощения. Ну, и сейчас я вот молюсь Бога, молюсь Богу и вместе с Богом о том, через кровь Иисуса Христа, чтобы было полное восстановление, и как служителя Божьего, потому что он не в служении на крайнем севере, там, в Заполярье, не в служении, как евангелист, значит, в Мурманской области, значит, в Ники, там, игора, да, то есть, ну, как бы, даже мы, наоборот, радовались, что вот взять именно служитель, именно евангелист, вот. И, знаете ли, вот, он с протестантской церкви сам покаялся и состоялся у бесятников в церкви. И здесь такая вот напасть. Вот, и плюс еще все стало вскрываться, много всего остального, понимаете, ну, как всегда, вот, да, что, значит, оно нагнаевалось где-то, а потом раз, чук, и вдруг все стало явным. Оказывается, была, ну, такая скрытая, греховная жизнь уже, уже какое-то время. Вот, но все это рано или поздно выявилось. И слава Богу, и все это прорвался этот дни для славы Божьей, для исцеления его. И вот прошлой ночью, не этой ночью, прошлой ночью, как раз новомесячий, вот это вот месяца Хершвана, вот, если брать библейский календарь, вот, то для меня было откровение. Три слова я получал от Бога. И они были такие, что я ночью подскочил, буквально. Значит, там, знаете, разладушки сплю, такой, значит, там, аж, там, думаю, соседи, наверное, там, ночью, что батю что-то делает, значит, грохнулся даже с разладушки, значит, вот. Вот, я аж, аж это был, знаете, аж распирало меня. Вот, три всего лишь слова, и, как бы, подписи под ними, такие. То есть, как бы, вот, слово говорится, да, оно не было голосом, оно как мысль, но явно вот такая, знаете, прямо во сне, что это, вот, свыше мысли. Первое, вот такая, они все три очень простые. Самое интересное, я потом и знал, и говорил, ну, когда оно вот так вот приходит, оно тебя распирает просто. И чувствую, оно еще расширяется внутренний человек. Первое, простая такая мысль очень интересная. Я люблю тебя, твой небесный папочка. А потом еще, как бы, отзывком, я люблю тебя всегда, твой небесный папа. Вот это настолько у меня вот это слово просто. А потом дальше, следующее слово. Я искупил тебя. Вот так можно перевести. Это не просто перевести, это, оно, вот это так прозвучало, это и не на русском, это и, я даже не знаю, как это прозвучало. Знаете, потому что, вот, что я полностью выкуплен. И дальше, твой брат, Иисус Христос. Я настолько, это второе. И третье, следом, после этого, третье, я всегда с тобой. Божий Дух Святой. Попись такая. Я поэтому после этих трех мыслей, трех этих откровений просто вскочил просто вообще. Я уже не мог уже все испать уже все, и нечем другом не мог думать просто вообще. Настолько, фу, если Бог за меня, то все равно кто против. Или как один проповедник говорил, если Бог за нас, то кто же за них. Вот, и другой проповедник сказал, что если Бог за нас, то все равно кто против нас. Вот, и, знаете, это самое великое, думаю, вот, откровение, которое я получил. И хотя враг пытался выбить из колеи, и даже я уже жене уже, даже, говорю, предложил бы, может быть, откажусь сейчас. И я поеду сразу сейчас, значит, в Россию, значит, оставлю все. А враг не буду так вот, по скайпу больше не будем сейчас общаться. Вот, и, слава Богу, за супругу она и передавала, значит, и оставайся на месте, вот, в покое, вот, и служи. Фу, слава Богу. Да, повезло мне с матушкой, потому что, знаете ли, так хотелось всякое уже сделать, значит, и то, и то. Вот, значит, и самое лучшее положение сейчас это покой и мир и служение. Фу, вот, но вот после тех, этих откровений, трех этих слов от Господа, я просто ожил настолько, что я вчера думал поделиться вообще не еврейской, но оно не к месту было, оно немного не так. Вот, сегодня вот я решил это все сказать. На соборе расскажу тоже. А собор, это собрание, наше собрание, ну не просто очередное собрание, а это собрание наше, в следующее воскресенье, будет посвящено именно как раз реформации. Хочу кое-что показать, кое-что рассказать. Значит, о тех, лютер, кавин, свингли, о них много что известно, но я хочу самую суть рассказать того, что они сделали. Воздать слава Богу за все это и о современной реформации. Знаете, а потом 30-го и 31-го числа, в день великая реформация, для кого-то Хэллоуин мы ехали вот вчера, уже там маски продают уже всякие ужасненькие, думаю, что за рожи такие. Я, значит, даже забыл про Хэллоуин, значит, вот, а что за рожи такие, значит, такие страшные такие. Значит, выставляют, прямо где на перегрёздке светофор, и мужики ходят и продают. Думаю, ну, кошмар, ну, зачем, думаю. Вот, а водитель этот, еврейская община, он спросил, ну, да, уже вот Хэллоуин приближается, вот поэтому, а, всё понятно. Вот новая развлекаловка. Но для кого-то Хэллоуин, а для нас это день великая информация. Потому что 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил тезисы к дверям Виттенбергского собора. И этот стук молотка этого монаха, как Чарльз Пельджин говорил, пробудил всю Европу. И весь, по сути, христианский мир, весь христианский свет, потому что началась Великая Октябрьская христианская реформация. Слава Богу. Слава Богу. Расскажу я тезис, когда Бог успеет, но хочу саму суть именно. И сегодня мы живем в эпоху Великой Реформации. Пять столетий прошло. Это и много, но не так много. Как посмотреть, с какой стороны. Вот, это, ну, в небесном измерении это всего лишь полдня, будем так говорить. Да, значит, всего лишь полдня. Но Бог совершил в этих поколениях очень много чудесного. Но, грядут еще большие перемены, огромнейшие перемены через Евангелие Иисуса Христа, через благую весть, через, действительно, знаете ли, вот, раскрытие этой благой вести в сегодняшнем дне. Слава Богу. Спасибо, Господь, за все. Благостоли нас, распусти с миром сегодня. Пусть в ишалом твоем мир будет в наших сердцах, в нашей жизни, паке и паке, что называется, снова и снова благостовляем Женю. В его сейчас возвращение домой, все его хлопоты, переживания, Боже, все урегулируй и прославься в его судьбе, Господь. Сделай мы сегодня подарки, Господь, в решении все эти вопросы, проблемы во имя Иисуса Христа. Слава тебе за все, Господь. Благослови всех нас. Боже, пусть твой шалом пребудет, Господь, и в нас, и через нас в этот мир. Как свет твой, как соль твоя осоляющая. Слава тебе, Боже наш. Да благослови тебя, Господь, и сохрани тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит Господь, лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа Мессии. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым мы спасены. Бог Святой, спасибо. Спасибо за это собрание. Спасибо, Господь, за Твое блаженное присутствие. И в нас, верующих, и среди нас, в общине Святой Твоей. Боже, потому что Ты действительно подтверждаешь свое слово, свое обещание. Когда мы собираемся в любви к Тебе, Господь, во имя Твое, Боже, объединенное Твоей любовью, Господь, Боже, Твоим Словом, то Ты пребываешь во всей Своей полноте среди нас. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, Бог патриархов, Бог пророков и царей, Бог, Отец наш, всех народов земли, через Спасителя Иисуса, примиривший с Собою весь мир. Слава Тебе. Боже, в это время излияние Духа Твоего Святого, в это время благодати Твоей сильнейшей, Боже, великая честь жить и действовать, великая честь, Боже, вы частью великих Твоих планов на этой земле, Боже, благослови Украину, Боже, благослови Киев, как эпицентр этого огромнейшего пробуждения, Господь, благослови, Господь, напрасно метутся народы и замышляют тщетное, Боже, напрасно казнокрады разворовывают страну, напрасно коррупционеры радуются, напрасно нечестивые нечестуют, Господь, Боже, потому что Твоя правда вовек, потому что Господь, Боже, народ Твой благословляет, Боже, великое имя Твое, и Ты совершаешь великие свои деяния, Боже наш, Тебе вся слава и хвала, Господь, пусть действительно прославится Твое имя святое здесь, на этой земле, как никогда ранее. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, ПЕСНЯ, 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 ПЕСНЯ Субтитры подогнал «Симон» 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 Настолько так удивительное зрелище Такое незабываемое И как только солнце стало пробиваться лучами Все это поле заблестело Роса Вот это прям как Потом оно выше, молюсь опять Дальше молюсь, солнце как будто поднимается Да Но самое интересное началось потом Росы меньше, меньше И когда солнце уже в зенит вошло Все, сухо, поле сухое И вот интересно так тоже Что Христос Восходит Сегодня много всяких коррупционных скандалов Много всяких там бед в Украине Не потому что Сейчас стало хуже Просто все тайное стало явным Потому что солнце всходит И все это стало блестеть И чем дальше, тем больше Блестет Но сейчас блестит больше, потому что Христос восходит Но когда он взойдет уже Солнцем правды своим Все, это все высохнет Сгинут вороженки И как и роса на солнце Все Так что победа за Господа И вся эта роса греха, проклятия, беззаконие Она просто высохнет Усохнет Потому что как на солнце роса У нее нет шансов Абсолютно У росы против солнца нет шансов Никаких Абсолютно Только засохнет все Все, да, с Богом С Богом Как там батюшка говорила Хай сейчас ты целу до Бога Восхнет Восхнет Ничего страшного, ничего. Процесс. Слово пофиели, а потом и шел процесс. Хорошо, хорошо. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Зелега. Зелега. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо. А где все было? Слава Богу. О, все. Ждем, ждем. Слава Богу. Слава Богу.